Речь пойдет о физике шаровой молнии, так называемой. Мне позвонил господин по результатам наших семинаров и рассказал, я тогда никогда не слышал, про такого замечательного самарского исследователя, как Юрий Гатис. Значит, что он предложил? Он предложил некую замечательную гетокизу. О природе шаровой молнии, о которой я буду сегодня рассказывать. Он утверждает, что шаровая молния является следствием определенного ядерного взаимодействия. Речь идет о таком своеобразном эффекте, как бета-распад в связанное состояние. Что это такое? Помните, я вам рассказывал когда-то про казахват. А захват состоял в том, что ядро захватывает электрон сниженного энергетического уровня. И после того, что электрон взаимодействует с протоном, и у нас остается у нас остальных один нейтрон. В результате знак химического элемента, его номер, уменьшается на единицу. И перед нами, по большому счету, принципиально другой элемент. В чем там была особенность, она большая? В том, что вероятность всех эффектов чисто ядерных зависит от электронной оболочки. Ну, в частности, берем какой-нибудь распадающий путем казахвата ядро, то есть атом. Обдираем его от электронов, и оно прям все распадается, становится абсолютно новым образом стабильным. Это как бы удивительно. То есть чистый ядерный эффект, просто ему негде взять электрон свой, и поэтому оно становится стабильным абсолютно. Это удивительно. Мне казалось, что это единственный случай, когда на ядерное взаимодействие влияет электронная оболочка. Оказалось, что нет. Я об этом просто не знал. Оказалось, что существует обратный к нему эффект. Так называемый бета-распад, связанный с состоянием. Если в первом случае, то есть в случае казахвата, я говорил о протонно-избыточных ядрах, то теперь поговорим о нейтронно-избыточных ядрах. Там ситуация будет следующим образом. Нейтрон распадается на две составляющиеся. Соответственно, на протон, который остается в ядерее, и на электрон. А нейтрон не улетает куда-то далеко, на бесконечность, а оказывается захвачен электронной оболочкой этого самого атома. Здесь ситуация прямо обратная. И тоже она удивительная. Здесь оказывается, что некоторые химические элементы, то есть некоторые, например, топорения, которые распадаются в обычной ситуации очень плохо. Если их лишить часть электронов, ну, примерно там, половины, то начинают распадаться очень сильные и очень интенсивные. В частности, в период-распада основывается топорение, значит, он составляет порядка 40 миллиардов лет, то есть 4 на 10 в десятой степени. Если его ободрать не по несколько электронов, то есть порядка 75 электронов, да, по-моему, сколько-то они там, но много они деляют, то время его жизни можно уменьшить до 3 лет. Это очень важно, потому что Ренин-Ваус-Осмовый метод является, как говорят, важным методом датировки всех событий, которые происходят у нас в космосе. И, а поскольку сам ренин находится в некотором ягнизированном состоянии, то понятно, что мы, настоящая НЭТ, очень сильно ошибались в длительности многих астрономических эффектов и астрономических событий. Все оказывается все гораздо быстрее. Но, представляете себе, да, взяли, ободрали атом, у него много количества распада в порядке в 10-9 степени, то есть у ее предполага распада, в 10-9 степени сократился. Нифига себе! Хочу я про себя сказать. Теперь, какое это дело имеет отношение к шаровой молнии? Предлагаю следующую гипотезу. Считается, что в результате вимбодировки космическими частицами большое количество всяких химических элементов распадается. У нас образуется радиофосфор в двух изотопных составах. 32-й фосфор и 33-й фосфор. И они, у них период распада у одного-две недели, у второго порядка трех с половиной недель. И они у нас в лужах, везде, около земли, они накапливаются. Их очень много. Они взяли и накопились. Теперь, каким-то образом, путем, скажем, электрического заряда, у нас происходит поджог этого самого заряда. После этого 32-й и 33-й изотопы фосфора начинают распадаться связанные состояния. Что это означает? Это означает, что их конечным продуктом у нас будет являться сера. Попросту у вас запахнет серой при этом. Притом сама система начинает работать с большим выводом тепла. И представлять будут из себя некий определенного года небольшой шаг. 10-20 метр, 2 метра и так далее. Вот в этом и состоит идея Юрия Ратиса. То есть, смотрите, идея, она по-большому сразу же скажу, почему она хороша и почему она плоха. Почему она очень хороша? Да потому что все эффекты, которые связаны с шаровой молнией, она очень хорошо объясняет. Ну, практически все. Куда ни воркнись, она все вывода объясняет. Ну, например, молния может двигаться против ветра. Против ветра она движется тем самым способом. Иногда по ветру, иногда по против ветра. Это объясняется в том числе и так. То есть, по-большому счету, представьте себе, у вас есть некоторый заряд, то есть, некоторый субстрат, в котором должен загореться. Он распределен у вас как бы по атмосфере, по всей. И мы взяли и подожгли. Он то здесь погорел, то здесь погорел, то здесь погорел. Это идет большим количеством выделения рентгеновского излучения и всего прочего. А почему это выглядит как перемещение шара? Выглядит как перемещение шара, как будто он идет, как будто он перемещается. Дело в том, что когда он горит, как бы, он... Я, может, пропустил еще раз, но что получается? Распад? Распад связанное состояние. Ну и что? Нет, это означает, что у тебя... Что это оказывается? Что когда ты ионизируешь вот этот самый фосфор, вот у тебя есть фосфор большим периодом полураспада, радиоактивный фосфор. Теперь ты взял и ионизировал ему атом сам по себе. То есть, находится. Тогда скорость его распада возрастает многократно. Ну, на порядке. Почему? Потому что происходит эффект распада связанное состояние. А, что до этого он не мог происходить? Нет, конечно, потому что у тебя заполнены электронные оболочки. Теперь у тебя появились дырки на электронных оболочках, и в результате у тебя частота распада, она возрастает очень сильно. Ну, это гипотеза Юрия Радисов. Я сразу же скажу, что мне нравится то, что она все объясняет, а не нравится в том, что этот эффект, так называемый, распада связанное состояние для фосфора никем не наблюдался. Ну, казалось бы, возьми простой эксперимент и поставь. Ну, тоже же будет видеться. Он действительно распад и связанное состояние существует, но для атомов, которые самые легкие из них, там, сколько там, где-то нет. Да, у него номер, у Лене 75, у Осмея куда он распадается? 76. А дальше они еще тяжелее. Вот при них он наблюдается, вот этот самый эффект. А здесь он не наблюдается. При. То есть, казалось бы, очень просто. Ты высказал мне эту гипотезу. Возьми для себя этот радиоактивный фосфор, обдельки, с него лишние электроны, понаблюдай, как он распадается. У этого не сделано. Этого-то нет. Казалось бы. Но с другой стороны, вот, считать, что... Ну, смотри, у тебя происходит... Он таким образом распадается, да? В связанном состоянии. И за счет этого он ионизирует весь протекающий к нему, вот тот же радиоактивный фосфор, он как бы в это дело втягивается, в эту самую воронку. Ну, потому что у него заряд получается. Какой там... У фосфора отрицетный, да? Там дальше будет. Теряет один электрон. А вот сюда он будет его втягивать. Он его втягивает, сюда поглощает себе, и начинается самоподерживающая реакция. Вот это и есть как бы шаровая молния. Сейчас втягивает за счет чего? За счет того, что у тебя во время дождя, у тебя азотная кислота образуется, то есть фосфор существует в форме азотной кислоты. И он у тебя всегда ионизирован. То есть у тебя на стороне фосфора лишний электрон, то есть он положительно заряженный. Нет, наоборот, он отрицательно заряженный, да? Если лишний, то отрицательно заряженный. А? Если лишний электрон. Да, он лишний электрон, то есть он отрицательно заряженный, да? У тебя отрицательно заряженный. А у тебя здесь происходит реакция, Результатом которой являются положительно заряженные ядра. Да, положительно зарядные, потому что электроны-то улетели, они положительные. Таким образом, у тебя вот загоревшийся вот этот кусочек маленький, он начинает у тебя всасывать радиоактивный фосфор со всех сторон, куда можно. Так, а обычные молнии? У тебя возникают самоподелевые эффекты. А обычные молнии, не шаровые? Нет, обычные молнии это простой эффект. У тебя два разнозаряженных электрода, между ними совершается пробой. Все. То есть ток протекает по некому реализированному каналу на большой скорости. Ну, доли секунд. Добаваться и все. Это молния. А шаровой молнии, она вот у тебя висит, как некий кусочек. Он горячий очень, светится, не имеет твердых очертаний, и он вот таким образом у тебя путешествует. Может в розетку прийти, с розетки выйти. Может прилететь, может разрядиться. Бывали случаи, что он в ведре был, бывало, что он подорвал дом и так далее. Некоторые говорят, что при его присутствии плохо себя чувствуют. Но оно на самом деле, вот показать, что там существует... То есть это небесное все-таки. Да, это небесное, тренингеновское изучение. И я просто говорю, что очень простая модель сделана, которая по большому счету все объясняет. Она говорит, что у тебя был, грубо говоря, фосфор, я наконец-то разговаривался, у тебя был радиоактивный фосфор, который все время образуется в верхних садах атмосферы. Он отпускается на Землю. Это радиоактивный фосфор под влиянием... Ну, сам по себе, начинает тихонько распадаться. С распадом примерно на три... С полупраспадом за три недели. Теперь у тебя наступила гроза или какая-то... Какая-то процедура, которую этот фосфор реанизирует. Ну, в каком-то месте. То есть обычный молниен, вообще? Ну, что-то там такое. Что-то. Это может быть вихрь, допустим. Торнадо, что-либо еще. Но оно тебе взяло, взяло чего-то у тебя и ионизировало его. После этого у тебя этот фосфор начинает распадаться очень интенсивно, поскольку возникает бета-распад, связанный с состоянием. Да? Теперь, когда он распадается, он начинает в себя втягивать еще больше запас этого фосфора. Ну, например, один из примеров, который состоит. И образуется у тебя мощное рентгеновское излучение при этом. Много света, много всего прочего. И, думаю, он начинает вести себя вот такими странными образами. То есть вот это такой шар. То есть это шар, который существует за счет бета-распада. Такого экзотического связанного состояния. Гипотеза очень красивая, очень замечательная, как я постоянно говорю. Но она все объясняет. Почему в грозу, почему как. Он летает на большом расстоянии от земли, где у тебя будет достаточно высокая концентрация радиоактивного фосфора. Повыше или будет меньше, что-либо еще. Вот. Он летает. Он, безусловно, опасен. Это, безусловно, многие люди будут чувствовать некоторое недомогание присутствия шаровой молнии. В определенных частях земли она рождается гораздо чаще. Я помню, я вам предлагал ехать в гору Жигули на Волгу и собрать... Дышаться радиоактивным фосфором? Да. Дышаться радиоактивного фосфора и собрать коллекцию сушеных шаровых молний с очками. Всякие вот такие вещи. Вот. Но еще раз повторяю. Все это замечательно. Если бы нельзя было поставить этот самый эксперимент и проверить, как происходит. Но это же очень просто. Но может какое-то условие не учтено. Почему тогда это не учтено? Как? Почему это не сделано? Может, если бы почему-то мы не предполагаем и не допускаем. Так, а автор пишет, он не пытался сделать эксперимент? Ничего он не пишет. Он все это объясняет, берет 20-30 следствий. Считает физику. Он физик-теоретик и неплохо там ее считает по большому счету. Всякую. Очень много чего объясняет. Он так же объясняет. А размер шаровой молнии, они же, по-моему, все одинаковые? Да, 10-15 сантиметров он даже показывает. А объясняйте, почему? Иногда она бывает больше, да, объясняется. Он там тоже пишет уравнение, все это дело объясняет. Это все у него получается замечательно. Осталось только увидеть для радиоактивного фосфора бета-распад связанное состояние. А в натуре-то есть он радиоактивный фосфор? Да, да, да. По-моему, работа 1957 года или какого-то еще. Взяли и примерили его уже, да, его очень много. Он все время образуется, спускается сюда, вверху, спускается сюда вниз. То есть, вы говорите? Да, когда начинает парить особенно сильно, его за счет водяного пара, накануне грозы, его поднимает повыше немножко. Так он в лужах у нас водится под землей. Ну, не под землей, а на земле. В лужах он у нас ровно. Он имеет это, P2O5, основная форма, или там у тебя азотные, я сказал, фосфорные кислоты, как таковы. Вот. И полюфосфорные кислоты, они вот там существуют у нас. И когда мы поджигаем эту реакцию, он начинает втягивать в себя все новые и новые порции фосфора, и возникает самоподнимающая реакция. Она может идти вслед за фосфором, где его больше. То есть это ядерная реакция? Да, это не фосфорная, но не горячая, да. Но это ядерная реакция. Ядерная ситусная? Да, ядерная. Он точно так же, да, объясняет природу торнадо, что у тебя в облаках где-то происходит тоже какая-то ядерная реакция, не обязательно связанная с фосфором. Но эта ядерная реакция, она оказывается, что из-за потери электронов, скажем, не помню, как он это объясняет именно, у тебя вот эта реакция в котелок посередине, она имеет ярко выжим, скажем, положительный заряд, да? Не помню, то есть положительный или отрицательный. Вот. И он начинает в себя сильно втягивать все отрицательное, что существует в мире. Вот отсюда возникает вот эта самая воронка. Просто у тебя область положения. Это не за счет разницы давления, а за счет разницы... Да, 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 не за счет разницы давления. А за счет разницы потенциалов. Они унесутся туда, и вот тебя, эта закручивающая воронка, которая из тучи идет, то опускается, касается земли, то не опускается, то вот таким образом. То бывает, что из одной ключи у тебя идет несколько воронок. Вот он так объясняет тормоза. Тоже очень красиво и очень убедительно. Но осталось, говорю, получить, чего только здесь на самом деле нет. Нет, это только распадов, связанное состояние. Подожди, а может быть, я не понял, допустим, когда у тебя распад связанное состояние, у тебя реализовался атом. Начался распад связанное состояние, электрон, да, реализация исчезнет, поскольку электроны из-за бета-распада, они же захватятся, образуют новую оболочку. Да, образуются, но у тебя температура будет настолько высока, что у тебя внешние электроны улетят. Я так понимаю, да, эту ситуацию. А куда они улетят? Ну, бесконечность куда. Ну, в космос. На космос идут подальше. Ну, бесконечность. То есть, на самом деле, мы живем, на самом деле, в таком мире, в котором очень много ядерных реакций. Да, да, да. Ну, одна из гипотез, что ядерные реакции, они у нас как бы идут, мы просто их привыкли и не замечаем. Потому что, действительно, его удивительную энергоемкость вот этой реакции, то есть, энергичность шаровой молнии понять невозможно. За счет, на что станет стонарно? Вот за счет вот этого. То есть, вот он, полагаю, что есть радиоактивный фосфор, который размазан тонким слоем где-то. Есть его скопление, нарушение, как-либо еще. Помните, была, не знаю, мама мне не объясняла, она видела детстве шаровой молнии, что во время грозы не стоит открывать окна. Какие-то залететь просто? Да. Ну, не закрывать, потому что у тебя скапливается радиоактивный, много достаточно именно в помещении скапливается радиоактивного фосфора. И, по большому счету, ты его снаружи можешь поджечь вот так. И у тебя здесь появится шаровой молнии. Будет выглядеть, как будто она у тебя залетела. Поговоришь, что она вышла из розетки некогда. Вот такой эффект у тебя. По-моему, достаточно просто и логично. Не, ну, простое объяснение, красивое. Надо просто проверить на опыте. Да, осталось запустить такую же реакцию. Говорят, что у нас в Петербурге кто-то умеет их делать. Но надо... Ну, я говорю, что вопрос состоит в том, что где же, почему так-то он не наблюдается. Почему у нас спад, связанный с СТ, не есть, но он для очень-очень больших и тяжелых атомов. Ну, там номер. Номер 75, начиная от него. А еще до таких маленьких, с номером 15, они не наблюдаются. И, действительно, и селье же пахнет, по большому счету. Да. Пахнет шаровой молнией. Пахнет серой. То ли серой, то ли это озоном, непонятно. Ян, бесов пахнет серой, да? Отсюда от нас отпахнет серой. Стандартное представление. Стандартное представление об этом. Стандартное, да? Наверное, же ничего. Вот. То есть, с одной стороны, просто, но, опять, непонятно, почему не наблюдается. Мы же позвонили, потому что мы пригласили на его лекцию в Москве. Позвонились людей, когда была эта лекция. И на машине были времени или машины там... Ну, спросили, нет ли у меня кого-нибудь в Москве, который мог бы это послушать, там, рассказать. К сожалению, нет, сказали. Ну, вот. Он и сам, он сам. Профессор, там, у него, по-моему, какая-то. Бабратория есть. Клазмик. Ну, вот, он такими вот вещами всякими занимается. Ну, молодец, короче. Ну, это, кстати, вписывается в наше понимание, что такое, ну, тут философия, да, которая должна пытаться на основе простых принципов объяснять, в общем-то, такие... Да, да, но он хороший, хороший физик, он обычно посчитан, по большому счету. Просто другое дело, что это на компьютер очень плохо загружается, почему-то. От него? Ну, вот у меня какая-то статья была с большим количеством формул. Там первые 5-10 страниц формул загружаются, а потом нет. Потом там изображение с крестиками. Пытаешься обновить? Ну, потому что потом на китайском языке вообще речь. Ну, ясно. Нет, а там же формулы как-то в этом, наверное, если в Бородовском тексте, они как-то там очень специфическими символами. Нет, ну, просто если, может, есть какие-то вопросы по поводу вот такого простого доклада. Я просто рассказываю, что вот такая, как Плат правильно сказал, физика как физика имеет место в себе. А, настоящая физика сейчас. Да, настоящая физика. Сначала должна быть физика, а потом уже математика. Да, не ляговская физика, а вот именно такая. Ну, и Яфина была какая-то неправильная? Сначала математика, а потом физика. А, Whichon! Ну, вот этим и Кошельни, что за математическими символами, математическими числениями очень плохо виден лес. в настоящее положение дела, физическое. Этим люди же догордятся. Кто-то говорил, что величие человеческого разума, или Ландау, состоит в том, что он может понять такие вещи, представить, которые они в состоянии. Ландау, по-моему? Да, Ландау. Ландау это прописывается. А здесь, как бы, получается, схема, почему она нам тут, как бы, за философом она интересна. Потому что она предлагает простую физическую модель реальности. Вот просто. На пальцы вот так берешь ее и объясняешь. Что я ей сделал, я даже доске ни разу не подошел. Другое дело, что она, конечно, требует неслабой эрудиции, потому что видишь Антона, вопросов, ставь ему за меня. Почему? Он сидел в этой, судя по всему, именно в этой немецкой лаборатории, где измеряли свойства ядер, ободранных вплоть до последнего электрона. Наверняка... Ну, фамилии у всех этих авторов, у них все немецкие. Чуть ли, наверное, не та не была эта лаборатория, в которой эти работы выполнялись в 90-х годах, в начале, в середине 90-х годов. И он, находясь там в начале нулевых, от таких эффектов должен был слышать. Это он мог и не слышать, конечно. Раз он там сидел. Значит, раз об этих вещах я видел, он должен был рассказать, по большому счету. Потому что он мне рассказывал, чем он занимается. Я говорю, а что там сложно, все же давно посчитано, харки фока, там всякое прочее, ободрал электрон. Ой, ободрал большое тяжелое ядро, оставил на нем один электрон, и вот и считаешь, как себя этот электрон ведет. Ну, себя он так и ведет каким-то образом. Ну, он говорит, ну там какие-то эффекты, какие-то эффекты. Там не такие эффекты представляются, что оказывается принципиально иной и регулируемый способ распада происходит за счет этого. Именно в тяжелых атомах хочет. Ободрал от него электрон, он начал распадаться. От этого не распадался. Очень сильный, сильный, красивый, известный эффект. Но я вот о нем, например, не знал признаться. Вот благодаря господину, который мне позвонил, познакомил меня с работами Юрия Ратиса, я теперь этого знаю, и буду стараться применить этот эффект везде на практике. Кто его знает. Но ситуация, что здесь все не так просто, она опять говорит, что здесь тоже, наверное, что-то еще происходит. Какой это эффект? Потому что радиофосфор был, уж его-то уж померили бы она по примет распада в связанное состояние. Может, давно бы померили и посчитали? Они там всякую редкую землю, существующую в миллиграммах, намерили, а тут-то фосфор взяли и не померили. Такого быть не может. Что-то здесь нечистое, что-то еще здесь должно быть. Ну, вот так.